Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников и скульпторов Марк Антокольский, Нестор Летописец. Работа на скульптуру закончена в 1890 году, выполнена в реалистической манере. Летописец изображен сидящим за столом, его голова немного наклонена, а фигура, естественно, взгляд выражает печаль и раздумья. Поглощенный своей работой Нестор Печерский выглядит немного усталым и смиренным. Аскетическое одеяние Стаса точно передал скульптор Антокольский. Он воспроизводит мягкие складки одежды, а фигура отражает свет и тень, что делает образы живым, ощущается сила индивидуальности выражения лица монаха. В мраморном образе запечатлен Нестор, старец и монах-летописец, гениальный древнерусский писатель, живший на рубеже XI-XII века. Он был первым собирателем бесценных исторических сведений о первоначальной Руси. Преподобный Нестор пришел в Печерскую обитель в возрасте 17 лет. Киево-Печерский монастырь стал для юноши настоящей школой жизни и обогатил знанием книжной мудрости. Талант и обширный ученый сочеталась в нем с необыкновенной мудростью. В этом он подражал преподобному Феодосию и Гугуну, которого считал образцом монашеского подвижничества. Нестор приобщился к летописанию под руководством своего наставника Никона. Сведения, полученные от Печерских старцев, позволили Нестору восстановить картину первоначальной жизни обители, а также собрать по крупицам наследие, житие и наставление отца Феодосии. На закате своей жизни монах предпринял эпохальный труд о народе и державе, повесть временных лет, которая стала зерном для последующих летописных сводов. Эта работа осталась главным источником и сведением об истории русского средневекового государства. До сих пор Нестор является покровителем всех, кто учится и трудится в учении. Вот такое описание нашел в интернете к работе Марка Антокольского «Нестор летописец». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.